Несмотря на все усилия властей по снижению уровня бедности, количество людей с очень низкими доходами растет, особенно в сельской местности. По данным Министерства труда и соцзащиты, около 40% детей в селах живут в условиях бедности. Об этом заявил глава Минтруда и соцзащиты Алексей Бузу. По словам чиновника, нынешняя система социальной помощи не справляется с поддержкой семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Бедность в Республике Молдова сохраняется. У нас дети, растущие в условиях бедности. Пенсии, не обеспечивающие достойный уровень жизни пенсионера. Даже несмотря на то, что правительство приложило усилия для увеличения минимального размера пенсии. Мы попробовали разные программы поддержки, в том числе реформы. Но, к сожалению, нынешняя система соцпомощи не настолько эффективна, чтобы снизить уровень бедности или помочь семьям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации из-за кризиса. Алексей Бузу добавил, что Министерству труда и соцзащиты в следующем году предстоит выполнить много задач, чтобы повысить качество социальной помощи. Говоря об итогах этого года, чиновник отметил переговоры об установлении минимальной зарплаты на уровне 5000 лив, что означает рост на 25%. По мнению Бузу, это затронет 248 тысяч человек. Кроме того, министр напомнил о том, что в этот холодный период года более 1 миллиона человек получают компенсации за использованные зимой энергоресурсы.